Здравствуйте! Сегодня я расскажу о летнем хранении зимней обуви. Наконец-то пришла весна, наконец-то тепло, и я, естественно, свою обувь зимнюю буду складывать на всё лето в коробочку, в шкафчик. Как я это делаю, я вам расскажу. И что для этого мне понадобится? Очень странно, да, вы скажете? Лавровый лист, чай, но чай листовой, настоящий чай, и гвоздика. Так, беру кофемолку, одну чайную ложку гвоздичных соцветий, перемалываю. Затем я буду перемалывать чай, листовой чай, где-то 3-4 чайных ложки, или такая огромная столовая ложка, в принципе, это на глаз. Чем больше чая, тем лучше. Вот, поэтому я даже не буду считать, сколько ложек, просто мне так удобно пересыпать, поэтому я начну ложечкой. Перемалываю. После чая я буду перемалывать лавровый лист. Это остатки, тут листочки можно как бракованные, знаете, иной раз для супа не подходят. Вот я их собираю, и потом в конце зимы делаю то, что делаю сейчас. Итак, перемалываю чай. Вот так лавровый лист я тоже высыпаю в эту емкость. Все это нужно перемешать. И зачем я это делаю? Я сейчас вам все расскажу. Я называю это чудо-смесью. Во-первых, это профилактика от моли, 100% профилактика от моли. Второе, это чудесный запах обуви, который будет сохраняться все лето. Итак, я пересыпаю в носочек, носочек завязываю. Это мои зимние ботинки. Видите, они в достаточно хорошем состоянии. Что я с ними делаю? Я их помыла, просушила, проветрила. Это делаю обязательно. Затем, когда они уже сухие и чистые, я беру тряпочку. Обычный вазелин наношу на тряпочку. Не очень много, много не надо. Чуть-чуть, да? И распределяю по всей поверхности ботинка. Хорошенечко растираю и втираю. Оставляю на 2-3 часа или на всю ночь. Затем из газеты или журнала несколько слоев складываю. Делаю я такой конус и вкладываю вовнутрь. Вовнутрь вкладываю. Туда же кладу я чудо-смесь в носочки. Ботиночек, конечно, зашнуровываю. И опять-таки газета или журнал делаю в такую как бы трубочку. Просто складываю в таком виде и вставляю сюда вовнутрь. Когда все это сделала, беру я коробку. И сапоги я кладу. Они будут у меня храниться в таком лежачем положении. Так, нужно это все завязать, конечно. Перекладываю бумагой и кладу в такие пакетики шариковые силикогель. Это очень хороший сорбент. Он, в принципе, продается сапоги и обувь продается с этим сорбентом. Закрываю, накрываю и ставлю в шкафчик. Я вам сейчас покажу свой шкафчик, где я храню обувь. И зимнюю, конечно, и летнюю. Здесь у меня хранится обувь. Ну и не только, конечно, обувь. Это прихожий шкаф у меня. Все это сделано примитивно, все сделано своими руками. Обычные коробки. Ну, в данном случае я всю зимнюю обувь уже ставлю на задний план. Они глубокие? Да, они глубокие. Поэтому мы так вот все собираемся что-то сделать. Ну, знаете, собираюсь, собираюсь, это как один раз поставила коробки. Декор такой, ткань, наклеила ткань. Кстати, клею ее ткань. Я вам оберила крахмалом. Оно, кстати, держится очень хорошо. Это уже у нас эти коробки стоят, сколько я здесь живу. А тоже, опять-таки, примитивные такие полочки я сделала, где уже хранится у меня летняя обувь. Вот уже скоро же лето. Поэтому я ее выставляю на передний план. И это очень удобно. Здесь туфельки, которые сейчас я буду носить, весенние туфли. Очень удобно, очень просто это сделать. Обычные-обычные коробки. Видите, все это выдвигается и задвигается, и хранится. Ну, я благодарна вам, что вы были со мной, что вы смотрели мое видео, конечно. И будет мне очень приятно, если оно было полезно хотя бы для одного из вас. Всего вам самого доброго. Крепкого здоровья, счастья, радости, удачи. Пока.